Поздравляю, все дадут очко. Сходу так зачет. Мне кажется, ты чуть-чуть даже понравился, наверное, в Нью-Йорке. Нет, я похудел. Похудел даже? Щеки обвисли, наверное. Горячая новость, я не знаю, смотрел ли хайлайты сегодняшней игры? Хайлайты не смотрел, но слышал, что выиграли, так что поздравляю ребят, большие молодцы. Здесь в России сейчас улыбаются. Слышал, там произошел небольшой конфуз? Я слышал, но комментировать не могу, потому что не видел, что там произошло. Хорошо. Ты вспомнил наш разговор несколько лет назад по поводу социальных сетей. Насколько хотелось бы тебе быть активным. На тот момент ты говорила, что это вообще не твое. Ты не хотела высказывать явные мнения свои и так далее. Чем условлено то, что ты сейчас на просто более активно? Сейчас я уже опять подсбавил немножко, потому что сезон начался и я как-то решил сфокусироваться на игре в хоккей. Но вот сейчас немножко это полегче, поэтому начинаю возвращаться в Инстаграм, в соцсети. Поэтому, не знаю, как-то людям интересно. Много пишут. Я выставлял по большей фотографии. Я начинаю выставлять. Ну и как бы так, у меня накатывание, когда нравится, иногда это не очень. А ты вообще, как это бывает, гуглишь сам себя, посмотреть, что про тебя пишут, там, новости какие-нибудь, нет? Я наоборот, как раз поэтому и сейчас, в начале сезона, полгода, после уже прошло, я вообще не пользуюсь под толком Инстаграм. Выдаю, фотографию выставлю и все, они заходят для них. Я вместо спортивной новости тоже ничего не рассчитываю. Просто, наверное, мировой опыт и все. Оцени свою узнаваемость в шкале от 1 до 10. Допустим, вот Коламбус, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Кваркин. Конечно, Нью-Йорк не так узнают, потому что много людей, когда до хоккея вообще, до лампочки, поэтому много иммигрантов. То есть, наоборот, я думала, наоборот, будет, чтобы в Нью-Йорке больше заняться. Нет, ну, город большой, в принципе, такой, дыжниковый, люди там с работы, по профи, час еще ехать до дома, особо хоккей, наверное, когда смотреть. Но узнают все равно, что удивилось, что, я думал, совсем не будет узнавать, и, в принципе, свободно можно будет делать, что хочешь. Другой себя сдерживает, ни хулиганит сильно. И как люди могут просто подойти на улицу? Они, на самом деле, даже не фотографируются, они немножко отличаются. В Нью-Йорке, они, как бы, скажут, там, здорово, красава и дальше. Понятно. Какие у тебя успехи с английским языком? Ну, чуть получше, но, как бы, нехорошо. Не хорошо? А тебя в Нью-Йорке, ну, как бы, Нью-Йорк Рейнджерс не заставляют, там, пытаться на английском что-то или... Ну, я, как бы, начал давать интервью, но без камеры, так, наверное, где-то планово, что-то там тыркаешь-пыркаешь, не знаю, понимать. Понятно. А как продвигается обустройство нового дома? Почти, что все закончилось, уже, там, забор, единственное, вокруг для рыжего поставить, там, вот, так, по мебели, так, мелочь уже приходит. В общем, ну, на самом деле, немножко смазанное чувство, потому что дом приобрели по ходу сезона, там, начались выезды, игры, особо, там, времени не было оставаться, как-то все в суете. То есть, ожидал, что вдоволься будет больше, но все равно я рад, не то, чтобы, там, доволен. А, твои родные уже приезжали на вдоволься? Нет, я думаю, на следующий год позвать, там, дедушку, бабушку, вот, там, дедушек, бабушек, вот так, вот. И, как бы, сейчас еще не совсем все готово, но, в общем, до следующего сезона. Хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok